Здравствуйте, Наталья Николаевна. Доброе утро. Я как золушка, чуть туфли не потеряла. Куда вы приехали? Мы приехали в 5-й касационный суд. Защищать? Ну а что ж еще делать? Да. А мы приехали в 5-й касационный суд. У нас рассмотрение дела по нашему клиенту, пересмотр дела. Очень важный процесс, очень знаковый для всей страны. У нас еще несколько шансов повернуть всю ситуацию спять глобально. Поэтому будем сегодня отопить. Пожелайте нам удачи. Он настолько важный, что у меня просто нет слов. Волнений нет, но это действительно важно для всей практики правоприменения в стране. И у нас есть шансы войти в историю. Мы уже в него вошли, теперь надо утвердиться, да? Совершенно верно. Или вот сразу ограничение от покушения? Отграничение покушения от приготовления? Но я скажу, что я с доводом федерационного представления не согласна. Ну-ну. В силу того, что законодательное определение... Ты меня снимаешь? Законодательное определение понятия приготовления к преступлению содержит... Ну и там тра-та-та. И потом ограничение покушения от приготовления к преступлению осуществляется по содержанию совершаемых действий. И далее там перечисляем, каким образом происходит это ограничение. После всего этого я... Уголовное... Дело рассматривает пятый касационный суток общей резервы. Сужденов участвует через видеоконференцию. Дело рассматривает. Этим подчеркивается, что приготовление является разновидностью неоконченного преступления. Например, виновный был задержан при выполнении приготовительных деяний, либо после этого, но до начала выполнения объективной стороны преступления, к совершению которого он готовился. Например, помешали ему выполнить объективную сторону преступления. Отграничение покушения от приготовления к преступлению осуществляется по содержанию совершаемых действий. Например, в покушении это всегда осуществление части объективной стороны состава преступления, тогда как приготовительные действия находятся вне рамок объективной стороны состава задуманного преступления. Покушение представляет собой процесс непосредственного вредоносного воздействия на объект уголовно-правовой охраны, в то время как приготовление само по себе не в состоянии прижимать вред объекту, а лишь создает условия для последующего причинения ему вреда. По времени приготовления предшествует покушению и существует только до начала момента выполнения объективной стороны преступления. По субъективной стороне при приготовлении лицо осознает, что своими действиями создает условия для выполнения преступления, в то время как при покушении лицо осознает, что фактически обстоятельства и сам факт осуществления ему преступления. Само распространение наркотических средств направлено против жизни и здоровья человека, которое осуществляется путем вредоносного воздействия на жизнь человека. Поэтому начало повышения на такое преступление будет, например, оборудование данекозакладки с наркотическими средствами в выбранном закладском месте, переданных данных о месте на нахождение данекозакладки с наркотическим средством. Само по себе приискание соучников и вступление с ними в сговор, приобретение наркотических средств, разработка планов совершения преступления, выжидание удобного момента до начала осуществления преступного замысла и смешивание наркотических средств с другим нейтральным веществом, распособка, еще не оказывает воздействие на жизнь и является приготовлением к совершению преступления. Уголовный кодекс Российской Федерации исходит из того, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия и бездействия и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. И определяет в качестве основания уголовной ответственности совершение деяния содержания все признаки состава преступления предусмотренного кодексом. Поскольку сбыт наркотических средств осуществляют, в общем, согласно установленным данным, доказательствам планировался осуществляться бесконтактным способом, то в данном рассматриваемом случае для квалификации действия моего подзащитного подлежит, должен быть установлен факт покушения на приискание конечного приобретателя, например, либо осуществление закладки и передачи этих данных посредством информационной сети интернет. Сообщником. Сообщником. Какой-либо приличный или потенциальный потребитель, которому по независимым обстоятельствам данные переданы не были. И, соответственно, судебная коллегия по уголовным делам 5-го Конституционного суда общей юрисдикции ранее обоснованно изменила приговор, поскольку установлено, что для последующего сбыта наркотическое средство часть вещества хранил в месте своего жительства и часть хранил его в автомобиле. То есть были созданы условия для сбыта, однако действий, непосредственно направленных на сбыт, осужденным совершено не было. Поэтому при таких обстоятельствах, в соответствии с частью 1 статьи 30-го Уголовного кодекса, судебная коллегия по уголовным делам обоснованно пришла к выводу, что осужденным было совершено приготовление к незаконному сбыту, взятого по месту жительства и в автомобиле. Совершение умышленных действий, обеспечивающих возможность совершения сбыта наркотических средств, как следует из приведенных к уголовному поводу, следует признать приготовлением к преступлению. В материалах дела не приведено доказательств, свидетельствующих о совершении действий, оставляющих часть объективной стороны сбыта, и чтобы при этом по независимым от него обстоятельствам не передал наркотические средства дальничному приобретателю или информацию о месте закладки. В данном случае, из своей речи, я хотела подчеркнуть и дать градацию тому, что есть все-таки в законодательном понимании такое покушение и что есть в приготовлении. Вы просите переквалифицировать с покушения на приготовление. На часть первую статьи 30, согласно тому, какое ранее было принято решение, что в пятом сомненном суде и судебном поведении. Да, я скажу, что сказать. Уважаемый суд, я хотел бы в дополнение доводов своей коллеге сказать. Касаемо квалификации действий, как уже говорилось, что действия лица могут быть квалифицированы как покушение на преступление в том случае, если человек выполняет действия, составляющие часть объективной стороны сбыта, но не доводит по независимым от него обстоятельствам. Решающее значение при квалификации действий лица как покушения на сбыт имеет именно выполнение таким лицом действий, составляющих часть объективной стороны сбыта. В данном деле мой подзащитник был задержан после выполнения приготовительных действий, но до начала выполнения объективной стороны покушения на преступление, к совершению которого он готовился. Ему помешали начать выполнять объективную сторону покушения на сбыт наркотических средств сотрудники правоохранительных органов. Поэтому квалификация его действий в судом, вынесшем приговор, является ошибочной. Судебтивные стороны приготовительные действия характеризуются только прямым умыслом. Лицо, совершающее приготовление к преступлению, осознает, что этим создаются условия для последующего совершения преступления и желает, чтобы созданные условия были использованы при совершении конкретного преступления. Приготовление к преступлению получает самостоятельную квалификацию только тогда, когда оно было прервано на данной стадии. Приготовление к преступлению является самостоятельной и юридической значимой стадией совершения преступления, обладая рядом характеризующих данную стадию признаков, реализующихся в установленном закону о формах. Уголовный кодекс России определяет в качестве основания уголовной ответственности совершение деяния, содержащие все признаки состава преступления, предусмотренные данным кодексом. Одним из обезнательных признаков, как уже мы говорили, в данном рассматриваемом случае, это объективная сторона преступления, предусмотрена в статье 228-1, характеризуется как незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется совершением активных действий. Под незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ следует понимать любые способы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам. Поскольку действия моего подзащитного были прерваны на стадии приготовления преступлению, он не успел начать действий, направленных на последующую передачу наркотических средств, то приговор в части квалификации его действия является незаконным и необоснованным. Поэтому я прошу жалобу защитника Волкова удовлетворить действия, переквалифицировать в части 3 статьи 30, части 5 статьи 28, прим. 1, части 1 статьи 30, часть 5 статьи 228, прим. 1 Уголовного кодекса России. Снизить срок наказания до 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. У меня все. Судебная коллегия определила переговор Пятигорского городского суда Ставропольского края изменить. Срок отбывания наказания исчислялся в дне вступления приговора в законную силу с 3 марта 2020 года. На основании части 3, 2 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации берем содержание стражи с 12 марта 2019 года до 3 марта 2020 года. Засчитать срок наказания за расчетом 1 день содержания под стражей за 1 день. 2 дня лишения свободы. У нас прошел процесс судебный. Ну что у нас? Нам зачли нашему подзащитному, пересчитали срок правильно, посчитали время задержания до время вступления в законную силу. Просто там неделю-две до... Неделю, да, наверное. Зачли. Само апелляционное, касационное определение, вынесенное до этого победного, отменили. У нас по этому делу в Верховном суде, в Президиуме, дальше процесс будем уже с замгенерального прокурора немножко оспорить сейчас. Я расстроилась. Просто когда ты видишь, что действительно правда на твоей стороне, и это не просто правда, а это все-таки мы основываемся на нормах уголовного закона, и когда это вот таким образом... Да самое классное в этом, что мы знаем, что мы правы, мы уже пол, так сказать, уже на полпути к победе окончательной. До этого уже выиграли, переквалификсировали. Сейчас нам просто надо доработать в Верховном суде, в Президиуме некоторые нюансики там довести. А между прочим, после сегодняшнего заседания и после того, как мы сделаем запрос в протоколе судебного заседания, у нас еще появится один пункт и основание, на которое обратит Верховный суд внимание и, я уверена, снизит наказание. Мы сверим еще с касационным определением. Так, еще очень главное, что аудиопротоколирование не ведется. И так ли записал секретарь, как это звучало, с куст помощника прокурора области, да? Он так классненько затрактовал постановление пленума, просто поменял предлоги в нужной ему месте, поставил запятую и добавил что. И вся суть меняется происходящего. Вот что значит правильное трактование норм УК РФ и вообще законодательства. То, чем занимается Верховный суд. Ну, присоединил прокуратуру и решил на свой лад затрактовать, несмотря на то, что в пленуме Верховного суда написано совсем по-другому. Это классное дело, я думаю, что мы там все-таки в историю вошли и войдем в обзор и практик, смотрите.